Попав в родильное отделение, все женщины, даже не единожды рожавшие, испытывают стресс. А что говорить о тех, кто ожидает первого ребенка? Смена привычной обстановки и ожидание неизвестности только усиливают панику, и самым неприятным становится осознание, что схватки есть, а раскрытия цервикального канала нет. А ведь именно от этого процесса зависит успешность родов. Нередко женщина, собирающаяся стать матерью в первый раз и слышащая от доктора, что раскрытие еще не началось, начинает беспокоиться и мучить себя страшными догадками. Но, может быть, не стоит раньше времени паниковать. Известно, что процесс расширения цервикального канала делится на три этапа, и распознать, на каком из них находится матка, самостоятельно невозможно. Для раннего периода характерны редкие и мягкие схватки, они не болезненны и не доставляют беспокойства. Длительность первого периода у всех разная от нескольких часов до нескольких суток. Какой-то специальной помощи роженице в этот момент не требуется. Неплохо заняться подготовкой шейки к родовому акту за несколько недель до счастливого события. Быстрое раскрытие канала происходит во второй период. В это время схватки заметно усиливаются, а интервал между ними сокращается. Лопается плодный пузырь и отходят воды. К этому моменту канал должен сгладиться и открыться на 5-8 сантиметров. В третий период начинается активная родовая деятельность. Женщина ощущает частые и болезненные схватки, сильное давление головки малыша на тазовое дно, заставляет ее активно тужиться. Цервикальный канал полностью раскрывается и малыш появляется на свет. Не всегда процесс подготовки к родам протекает гладко. Зачастую схватки уже идут, а цервикальный канал открыт не полностью. Как же быть в таком случае? Во-первых, перестать нервничать. Стресс и страх затормаживают выработку простагландинов, из-за чего происходит спазм мышц и родовая деятельность замедляется. Во-вторых, слушать доктора и выполнять все, что он говорит. Не нужно проявлять самодеятельность, спорить и капризничать. Подготовиться к родам помогут занятия сексом, причем важен не сам акт, а содержащиеся в сперме простагландины, которые ускоряют созревание канала. Для стимуляции раскрытия применяют медикаментозные и немедикаментозные методы. К первым относится использование спазмолитиков и препаратов, усиливающих родовую деятельность. В тяжелых случаях применяют эпидуральную анестезию или проводят кесарево сечение. Из немедикаментозных методов назначают очистительную клизму или катетер фолея. При необходимости лечения канал расширяют вручную. Стимуляция раскрытия проводится только в стационаре, поскольку процедура может вызвать быстрые роды. Готовясь дать новую жизнь, думайте только о хорошем, а все медицинские проблемы оставьте своим врачам.